В ИС оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины. Лидер белорусского режима Александр Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Институт изучения войны ИС. Аналитики отмечают, что диктатор обвинил Киев и НАТО в росте количества провокаций у границы, утверждая, что Украина пытается втянуть в войну силы Союза. Лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах, указывают ВИС. В свою очередь белорусский министр обороны Виктор Хренин говорил о том, что прямой подготовки к войне нет и что Беларусь будет только защищать свою территорию, подчеркивают специалисты. Кроме этого, в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, который рассказывал, что признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет. В отчете также объясняют, что Лукашенко и Хренин сделали соответствующие комментарии, чтобы поддержать продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью. В то же время, вспоминая НАТО, они пытаются убедить РФ, что их военные должны оставаться в Беларуси для защиты от вымышленной агрессии Альянса. И таким образом Лукашенко и Хренин хотят создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления Беларуси в войну против Украины. Именно поэтому вступление Беларуси в войну крайне маловероятно, добавили аналитики. Ключевые выводы ИС. Российские войска продолжали оборону от украинских контрнаступательных операций на линии Сватова-Кременная. Российские войска продолжали наращивать успехи вокруг Бахмута и вести наступательные действия в районе Авдеевки Донецка. Российские войска. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Продолжали оборону и перемещение личного состава на восточном берегу Днепра в Херсонской области. Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские силы не могут защитить критические районы на фоне усиления украинских ударов. Российские войска держат резервы в Крыму для поддержки оборонных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра. Финансовое напряжение Кремля продолжает подпитывать внутренние беспорядки. Сохраняются доказательства продолжения частичной мобилизации в условиях низкого морального духа и высокого уровня дезертирства среди российских войск. Финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжил попытки укрепить репутацию военной компании. Окупанты продолжали пытаться интегрировать захваченные территории в российскую финансовую и правовую сферы. Российские войска продолжали эксплуатировать украинскую гражданскую и гражданскую инфраструктуру в поддержку военных усилий РФ в Украине. Напомним, Лукашенко придумал причину неучастия белорусских войск в войне против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм, текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова